друзья всем привет ко мне в личку и в комментариях приходит немало вопросов от вас это очень приятно поскольку означает что канал выполняет свою функцию то есть помогает людям а в этом видео я хочу ответить на самые часто задаваемые вами вопросы о въезде в украину так что устраивайтесь поудобнее наливайте сеть чек как это сделал я не погнали и так первый и пожалуй самый популярный вопрос звучит так как делается приглашение в украину приглашение делает принимающая сторона то есть тот человек который вас приглашает в гости он оформляет приглашению нотариуса у любого нотариуса есть образец приглашение прописываться что человек который вас принимает в гости берет на себя все финансовые обеспечения вас и в случае чего обязуется помочь с выездом из страны. Стоимость приглашения составляет 150 гривен, то есть немногим больше, чем 300 рублей. И делается в течение всего лишь 20 минут. Для оформления приглашения потребуется копия вашего паспорта. Присылать ее, конечно же, не надо почтой, а достаточно просто сфотографировать и отправить тому человеку, который будет заниматься вашим приглашением. Для нотариуса этого будет вполне достаточно. Вопрос номер 2. Какие данные прописываются в приглашении? В приглашении указывается имя того человека, который вас приглашает на территорию Украины, его паспортные данные, телефон, а также данные вашего загранпаспорта, включая срок его действия. Кроме того, указываются даты и адрес проживания в Украине, ну и, конечно же, ставится подпись заявителя и заверение нотариуса. Вопрос номер 3. Сколько денег нужно иметь с собой, чтобы тебя пустили в Украину? Ну, вообще в интернете пишут, что нужно ввести с собой деньги из расчета минимальная месячная заработная плата Украины на день. То есть на 2017 год это 3200 гривен в день. То есть 44 800 гривен за две недели пребывания в стране. Это около 90 тысяч рублей, что, конечно же, преувеличение чуть более, чем полностью. На самом деле главное это наличие денег как таковых. И чем больше вы везете денег с собой, тем большим бонусом это для вас будет. Я, например, приезжал в Украину, имея на руках около 20000 рублей. И меня, собственно говоря, пустит. Вопрос номер 4. Можно ли сдвинуть срок моего пребывания в Украине, обозначенный в приглашении? Срок пребывания в Украине, указанный в приглашении, изменить нельзя, потому что в приглашении четко прописывается, что вы будете в стране с такого-то по такое-то число. Конечно же, уехать раньше вы можете, а вот если позже, то у вас возникнут проблемы. Поэтому мой вам совет. Делайте приглашение на максимально возможный срок. Это 90 дней на данный момент. Вопрос номер 5. Нужно ли оформлять два приглашения, если собираешься приехать к двум разным людям, живущим в разных городах? Нет, это вовсе не обязательно, поскольку внутри страны никто не будет контролировать ваше передвижение. Поэтому приглашение может оформить один из этих двух людей, указав в нем весь срок вашего пребывания в стране. Напомню, что это не более 90 дней в полугодии. Вопрос номер 6. Нужно ли делать два приглашения, если я еду в Украину не один? По этому поводу я предлагаю вам проконсультироваться с нотариусом, но скорее всего, что нужно будет сделать два приглашения по одному на каждого. Вопрос номер 7. Нужно ли при себе иметь оригинал приглашения? Если вы летите самолетом, то у вас на руках должна быть копия приглашения, а оригинал на всякий случай должен иметь при себе человек, который это приглашение делал и который вас, собственно говоря, в аэропорту встречает. Если же вы планируете приезжать в Украину наземным транспортом, то оригинал приглашения при себе иметь обязательно. Вопрос номер 8. Особое внимание на границе обращается на парней. А нужно ли делать приглашение девушке? Ну, вообще, приглашение сейчас делают для всех. То есть, у девушки его могут, конечно, и не спросить, но на всякий случай сделать нужно. Вопрос номер 9. Нужно ли человеку, сделавшему приглашение, встречать меня на границе? Здесь, опять же, все зависит от средства вашего передвижения. То есть, если вы следуете в Украину наземным транспортом, то, конечно же, человеку будет неудобно встречать вас в каком-нибудь конотопе, то есть, специально ехать для этого на границу. Но в этом случае необходимо при себе иметь оригинал приглашения и желательно копию паспорта человека, который вам это приглашение делал. А вот если вы собираетесь лететь самолетом, то, конечно, желательно, чтобы вас встречали. Мне лично это не понадобилось, но другим иногда пригождается. Короче говоря, если поезд, то оригинал приглашения и встречать не надо. Если самолет, то копия приглашения и встречать желательно. Ну и последний вопрос на сегодня. Как остаться в Украине на срок больше 90 положенных дней? Чтобы продлить срок вашего пребывания в Украине, вам необходимо оформить временный вид на жительство. А вот как это сделать, я вам расскажу в одном из следующих видео. Так что подписываемся на канал и ставим лайки. А на этом данное видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Оставайтесь на связи. Пока!